приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 30 июля в этом видео поговорим о народном календаре поговорим о церковном календаре обязательно уделим внимание народным приметам а также что можно и чего категорически нельзя делать очень важная цена информации поэтому обязательно просмотрите это ведет начала до конца прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментарии напишите благодарю это вот лучшая благодарность от вас и так 30 июля крестьяне и православная церковь чтят память великомученицы марины рожденная святая была в городе антиохии что в малой азии семья у девочки было язычников но после потери матери отец отдал маленькую девочку на попечение кормильцам новая семья была православной дала есть соответствующее понятие и образование а в 12 лет уже самостоятельно приняла решение о своем крещении после гонения христиан при императоре диоклетиане девочка в возрасте 15 лет была поспоймана и измучена пытками когда люди увидели как она справляется с трудностями не теряя веру в бога надежду и силы люди стали славить бога и прислушиваться православной вере так и появилась в этом материальном мире святая мария также 30 июля почитается памяти лазаря галисийского христианского аскета и столбника который явился на свет в магнезии монастыре святой савы он принял монашеский постриг десять лет образованный и боголюбивый юноша провел в стенах монастыря иерусалимским патриархом был рукоположен до волк пресвятера после чего вернулся на родину и поселился на горе галисия здесь он построил храм во имя воскресения христова и принял подвиг столбничества скором времени к подвижнику стали стекаться иноки так появился монастырь лазарь получил от господа бога откровения о скорое кончение о чем рассказал братья по слезной молитве монаха всевышний продлил жизнь святого еще на 15 лет скончался лазарь в 1053 году в возрасте 72 лет его тело было похоронено в столбе на котором он совершил монашеские подвиги а в народном календаре 30 июля этот день наши предки называли по-разному называли маринем день марина марина с лазарем марина лазарева и лазерники поэтому наши предки в этот день в разных регионах называли этот день по-разному знаете когда считали что именно 30 июля это время было молнии и зорниц которые предвещали засуху и пожары поэтому запрещалось смотреть на молнии и без особой надобности выходить из дома 30 июля на самом деле голубые вспышки молнии были предвестниками гроз но в народе на эту тему возникла очень красивая легенда когда-то жила царевна марина во владениях морского царя в один прекрасный день сбежавшая из родительских покоев на землю с тех пор отец злится когда вспоминает о непокорной дочери пронзает небо огненными стрелами крестьяне с уходом июля уже начинали задумываться об наступающем холоде и заботились о том чтобы хорошо пережить осень и зиму а в старину в этот день искали перуновы стрелы простыми словами это спекшийся песок от удара молнии в землю стеклообразные трубки которые похожи на стрелы такие стрелы считаются оберегом от нечистой силы так как по поверьем высшие силы бьют молнии землю чтобы поросить поразить бесов и чертей вместо перуновых стрел также находили или специально искали чертовы пальцы которые являются останками вымерших моллюсков белемнитов такие обереги вешали за веревочки дома внутри построек на шею коровам или другим животным от удара молнии также в этот день народе считался рыбным желательно чтобы на столе в этот день были блюда из рыбы или морепродуктов которые принесут удачу и успех поэтому на марину и лазаря на столе появлялась и уха и растягаясь с рыбной начинкой рыбные котлеты соленая и вяленая рыба также на этот праздник было его принято идти в церковь или в храм и участвовать в богослужении по рассказам наших предков было такое поверье что в данный праздник появляются на небе звезды на который нельзя было смотреть данная народная примета сулила тем что можно было ослепнуть или как минимум навредить своим глазам когда же зорнице были безумно яркими что аж отблескивали то это могло привести к пожару в доме в любом случае народная примета и смотрите разглядывать звезды сегодня была крайне неприятная задача крестьяне в этот день молились и просили бога о прибытии дождей а также про отсутствие молнии так как боялись пожаров на их хлебных полях дождь мог как напоить и дать сил земле для роста урожая так и спасти его от возможного пожара на полях погоду на сентябре можно было легко определить по сегодняшнему дню 30 июля зачастую она повторялась и была схожей на сегодняшнюю угрозы и дожди в этот день конечно же говорили нам о том что осенью и зимой будут приличные метели дожди и слякоть но если погода была приятна и поистине летняя то зима будет без снега но все же такая холодная солнечную теплую погоду обычно предвещали чайки которые сидели на воде не переживали и не спешили куда-либо да и радуга могла сулить о хорошей погоде когда днем было жарко и солнечно а вечером прилично холодало это был знак того что следующий день будет еще теплее и солнечнее она была высоко высоко и так близко к облакам что-то становилось одного цвета с небом ящерицы и муравьи при чувстве скорого дождя прятались по норкам что их даже и не было видно насекомые сразу вели себя спокойно никто уже не бегал в поисках еды и не строились дома все старались спрятаться куда можно было чтобы переждать такую погоду белые облака говорили о прибытии дождя до и стрекоза летали у воды что когда чувствовали непогоду и приближающуюся влагу в этот чудесный праздник люди обязательно на своих столах должны были иметь блюда из рыбы соответственно мужчинам стоило заранее подготовиться и обязательно сходить на рыбалку и поймать какую-то добычу чтобы девушки имели возможность не нарушить всеми почитаемую народную традицию сегодня не было по поверье проводя на их истории про различных русалок люди были настроены на купание веселья воде и проведение времени у водоемов и рек православные люди отлично знали что такая народная примета им поправить здоровье залечить раны и поможет справиться даже с самыми тяжелыми болезнями поэтому купались все без исключения даже детей маленьких пытались искупать во избежание каких-либо болезней помимо купания люди обязательно просили у святой марии помощи в лечении болезней и оберега для себя и окружающих родных и близких много поверье и соответственно опасению людей было связано с небом с грозой и со звездами звезды могли ослепить человека или значительно ухудшить зрение а гроза могла как сжечь весь урожай так и принести несчастье ваш дом поэтому люди приняли решение что лучше сегодняшний вечер провести дома в домашнем кругу и в уюте не тревожить себя страшными мыслями спокойно провести вечер а выходить на улицу или выглядывать с окон исключительно при крайней необходимости зачастую кто ходил вечером сегодня в этот день 30 июля были воришками или бездомными при встрече с родными не стоит сегодня ссориться обижаться и ругаться целом вы сегодня церковные праздники стоило быть мягче и проще к ближнему не терзать себя и в конце в концов расслабиться все проблемы и вопросы можно было решить словесно не кричав стоит просто этого захотеть на столе у людей помимо рыбы можно было увидеть и спиртные напитки но стоило знать что ими злоупотреблять сегодня не стоило конечно все зависит исключительно от человека но согласно народной примете у людей после прилично выпитого спиртного могло сносить голову и они вели себя неподобающе могли выйти на улицу натворить немало неприятного для себя и своих близких поэтому рекомендуем и вам сегодня не делать глупостей следить за количеством выпитого и за своим состоянием и поверьте ваше настроение и обстановка зависит не от количества выпитого алкоголя от окружения вашего ну и главный запрет на сегодня касался детей на который нельзя было поднимать ни в коем случае руку и повышать голос данные действия могли оскорбить святую марию которая по праву считалась большой защитницей детей 30 июля обязательно должны были детей поощрять дарить приятные эмоции и самое главное внимание а также если у вас есть желание вы сегодня можете своих детей и внуков порадовать просто подарите что-то из вкусностей а также можете сделать какие-то такие маленькие подарочки как вы знаете детям всегда это приятно если у вас нет ни детей ни внуков то найдите ребенка которому действительно понравится ваше внимание и ваши подарки это может быть у дети во дворе просто купите им конфеты на палочки или купите какие-то вкусняшки или наподобие что-то киндер сюрпризы и обязательно их порадуйте на сегодняшний день в реальной жизни с тем также большая проблема и помните что в наше время дети очень нуждаются во внимании и нашим с вами времени день ангела 30 июля празднует лазарь леонид петр вероника маргарита марина людмила и петр рожденные в этот день сильные и упорные личности как правило твердо убеждены в своей правоте и убедить их в обратном очень сложно если такой человек стоит на своем идет в поставленной цели он поможет добиться больших результатов человеку рожденному 30 июля дана власть над молниями он может и вражду отвести между людьми помирить поссорившихся друзей в качестве талисмана ему следует носить яшму в ночь на 30 июля чаще всего снятся светлые и приятные сны но сбываются они крайне редко поэтому не стоит верить тому что приснится в эту ночь не стоит бояться и негативных сновидений так как они тоже не имеют смысла это всего лишь то что скрывается в подсознании то о чем вы думаете переживаете в последнее время ваши тревоги и нашли отражение в сне в ночь на 30 июля могут быть и пустые сновидения им сложно дать оценку и практически невозможно проанализировать часто это череда не связанных между собой событий которые не вызывают ярких эмоций установиться они также не несут особой нагрузки не влияет на реальное положение вещей также сегодня в этот день вы можете провести обряд на увеличение благосостояния знаете самое главное для наших предков было то чтобы у них были полные закрома когда семья будет сито а значит не умрет с голоду дожив до следующего сбора урожая знаете раньше же так не было как сейчас мы могли пойти в магазин купить то что нам надо и решить вопросы с продуктами питания раньше почти что каждый человек сам выращивал и пшеницу и картошку овощные растения и все это хранилось до следующего сезона раньше же не было тоже холодильника вот вспомните возможно ваши бабушки расскажут или про бабушки как раньше хранилось мясо например добыли по грибану как они с мясом именно насколько они должны обязательно порядке были вот например мясо именно пропитать хорошо солью в бочке и закопать в землю когда приходила зима не это мясо отмачивали конечно же были свои какие-то моменты нюансы в разных регионах но раньше все было по-другому поэтому 30 июля наши предки заговаривали определенные продукты это и овощи этой фрукты это мясо чтобы они никогда не переводились в доме поэтому для этого клали продукты в корзину и ставили на подоконник открытого окна проговаривали следующие волшебные слова собранный урожай с каждым днем 3 ты прибывай чтобы были полны закрома не знали бы мы голода будем сыты всегда помогут нам святые лазарь и марина от напастей спасут от шалостей природных уберегут сказал трижды эти слова корзину оставляли стоять до полудня а потом из продуктов которые были в корзине готовили ужин который нужно было съесть только своей семьей вы знаете по преданию 30 июля идеально подход для работ по хозяйству считалось что очень больше старых ненужных вещей убрать из дома тем благодатнее будет атмосфера при этом их важно не выбрасывать а раздать малоимущим также этот день неплохо посвятить уходу за собой к слову постричь волосы сегодня считалось хорошей традицией которая знаменует избавление от дурных мыслей и тягот на стол в этот день особенно важно было подавать рыбные блюда и морепродукты считается что рыба принесет удачу и достаток в дом сегодняшнего дня наступал период громов гроз и страшных молнии на который в день марины и лазаря 30 июля ни в коем случае не разрешалось смотреть тот кто глянет на грозовую вспышку тут и тут же навсегда ослепнет и защититься от этого никак не получится поэтому лучше не выходить без надобности на улицу а также не смотреть в окна их и вовсе в день марины и лазаря лучше плотно зашторить при звука грома нельзя говорить о чем-то важном этот разговор может привести к ссоре недопониманию или же краху планов в этот момент лучше помолчать кроме того девочки и мальчики мы оставим вам в описании к этому видео молитвы которые желательно в этот день 30 июля прочитать поэтому не поленитесь обязательно прочитайте сделайте скрин здесь есть возможность сходить в храм церковь обязательно это сделайте даже не рекомендуется в день марины и лазаря свататься а также предлагать встречаться жениться или же вести разговор о предстоящей свадьбы день не подход для любовных бесед и начала отношений поскольку чувством может прийти конец поэтому сегодня во избежание ссор проблемы душевных душевных расстройств лучше повременить с принятием важных решений связанных с любовью и романтическими отношениями по народной примете нельзя сегодня и ссорить деньгами кстати пустая трата денег тоже сегодня не приветствуется в день марины и лазаря нужно трезво оценивать собственные запасы как финансовые так и другие материальные ресурсы не тратя их понапрасну сегодняшняя экономия будет поощрена святыми большой прибылью в будущем нельзя сегодня разрешать другим использовать не себя не собственные силы иначе и впоследствии придется выполнять навязанные функции исполнителя сегодня нужно давать отпор любителям пожить за счет других также сегодня девушкам нельзя ходить с распущенными волосами иначе в них залетит молния и испортить девичий характер превратив в злобных и в агрессивных которые будут отталкивать от девицы и парней и всех окружающих с таким нравом девушки будет тяжело найти любимого человека а потом придется коротать свой век в одиночестве даже в этот день не принимайте важные решения ибо они могут быть ошибочными не совершайте крупные покупки нельзя в этот день тратить деньги для того чтобы купить что-то ненужное противном случае вы можете потратить деньги без какой-либо цели ничего не при не приобретая взамен также сегодня не стоит и давать деньги в долг не делитесь огнем иначе вы можете отдать свою финансовую удачу не ходите сегодня в лес в противном случае вы встретите темные силы которые могут навести на вас порчу ну и конечно же не оставляйте открытыми окна и двери иначе в дом может проскочить нечисть вот такой у нас вами день друзья 30 июля по народному церковному календарю обращайте внимание на эти советы и рекомендации с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно но прямо сейчас на экране видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех благ услышимся с вами уже в следующем видео